Здравствуйте! Я Лилия Тимеева, буду общаться с вами в культурном контексте. Этот выпуск посвящен году театра в России. В нашем городском округе Щелково сразу несколько очагов театральной жизни, и это радует. Радует жителей, ценителей, любителей и, конечно, представителей этого великолепного вида искусства. Начнем с важного события. Эстафету во Всероссийском театральном марафоне приняла Московская область от Рязанской на Щелковской земле. Марафон объединяет все 85 регионов нашей страны. И вот Подмосковье на несколько дней стало театральной столицей. На сцене театрально-концертного центра Щелковский театр был передан символ года. А Рязанский государственный областной театр юного зрителя показал несколько спектаклей. Подробности далее. Когда в синтезе сценария, декорации и образов создается другая жизнь, а актер как инструмент в руках режиссера доносит мысль, смысл произведения до зрителя через эмоцию, и все как в реальности. Это настоящее искусство. Это театр. Именно ему посвящен 2019-й. В начале года в Владиостоке началась масштабная акция, которая объединила все регионы страны. Всероссийский театральный марафон. Он открывает возможность знакомства с творчеством театральных коллективов и культурой в целом. Этот символ театральной эстафеты передается дальше. Ведь год театра идет по всей России. Эстафету от Рязанской области приняло Подмосковье на нашей Щелковской земле. На сцене театрально-концертного центра Щелковский театр, который, стоит отметить, не случайно стал площадкой этого события. Театр еще технологически непростое искусство. И спектакль можно сыграть далеко не на каждой площадке. И когда наши коллеги из Рязани прислали нам технические параметры своего спектакля, мы промониторили и выяснили, что единственная площадка, очень хорошая, на которой можно показать этот спектакль, это площадка театра Щелков. Очень мы гордимся, что сегодня наши коллеги из Рязанской области, которых представляет сам министр культуры Рязанской области, здесь передают эстафету Московской области. В каждом уголке нашей страны есть свои традиции, обычаи, культурное наследие, то, что является гордостью. Знакомство с каждым из регионов – также часть этого марафона. Так, для делегации из Рязанской области провели экскурсию в Щелковском историко-краеведческом музее, рассказав об истории нашего края, его развитии в разные годы, достопримечательностях и людях в Щелковцах, славном прошлом и жизни в нашем городском округе сегодня. Объединяет то, что люди, которые здесь работают, люди культуры, такие же потрясающие энтузиасты. Ну и то, что сегодня мне показалось очень интересным, не показалось, а то, что действительно для меня сегодня было очень важным, это любовь к своему краю и к каждой страничке истории. В этот день актеры Рязанского областного театра «Юного зрителя» представили постановку по пьесе «Рея Куни» номер 13. Для каждого коллектива новая сцена – это всегда новые эмоции, но ощущения в этот день не сравнить ни с чем. Марафон словно объединяет театральные подмостки всей страны во что-то одно, при этом многогранное, каким во всем времена был и остается театр. Когда ты держишь в руках вот этот символ театрального марафона и понимаешь, что этот символ держали, начиная от Владивостока, от самых дальних регионов, с нашей точки зрения, самых дальних регионов Российской Федерации, что этот символ объединил все театры в единую большую семью. Вот, наверное, сопричастность к этому событию, вот это, скажем так, будоражит сегодня и волнует очень сильно. Это здорово, даже то, что они привезли спектакль, такой, который, например, идет у нас в репертуаре, потому что есть с чем сравнить. Разная трактовка режиссерская, хотя автор один. И я думаю, что нашему щелковскому зрителю очень приятно, что приезжают театры из таких прославленных городов, как Рязань. Спектакль в двух действиях не оставил равнодушным никого из присутствующих. Спасибо за возможность, что у нас есть вот этот всероссийский театральный марафон, что есть возможность увидеть трупы других театров. Постановка очень понравилась, такая живая, интересная, с английским юмором. И приятно, что это в нашем городском округе Щелково приехали с такими вот, так сказать, передачей «Страфетные палочки». Нравится жанр комедии, он всегда воодушевляет, всегда дает возможность немножко выдохнуть, отдохнуть. Такой прекрасный вечер, очень приятно. Но особенно сейчас, когда у нас есть возможность в такой красивый театр, в наш театр Щелковский прийти. На следующий же день и самые маленькие ценители театрального искусства, юные щелковцы смогли окунуться в сказочную атмосферу, посмотрев спектакль «Трям. Здравствуйте». Также в исполнении актеров Рязанского театра. Любимые герои, живое общение со зрителем – это то, что так любят ребята. Подарили радостные эмоции, улыбки и смех. Так Подмосковье на несколько дней стало театральной столицей. В скором времени эстафету передадут Владимирской области, где свои постановки представит Московский областной театр «Кукол». Сам же марафон завершится в конце года в самой западной точке нашей страны – Калининграде. Погрузиться в театральную атмосферу, чувствовать, сопереживать, думать – во многом именно этому учит театр. Да-да, именно учит. Такой ценный подарок получают не только зрители, но и сами актеры. Это важные уроки для артистов любительского театра «Атмосфера». Ни званием не нужно ни регалий, только атмосфера. Та самая театральная, где за каждым словом смысл. Игра в жизнь, жизнь в игре. Любители, ценители, почитатели – многие после своей работы или учебы идут не домой, а сюда, в местный культурный комплекс, где в небольшом актовом зале репетируют, общаются, создают постановки, погружаются в актерскую профессию. Я любитель, и ребята тоже любители. Если мы говорим все-таки о профессиональных каких-то стремлениях и достижениях, я их не могу дать, потому что мы любители. И они никогда не получат тут диплома, они никогда не получат здесь какого-то там большого признания и так далее. Есть ребята, которые хотят поступить. Я все тоже спрашиваю, когда молодежь приходит. Вы хотите поступать? Тогда я не буду вредить собой своими мыслями. А если человек не хочет поступать, если он выходит на сцену для того, чтобы реализовать какой-то свой большой потенциал творческий, который в нем сидит, и этот потенциал хороший, то есть человек вообще должен понимать, что сцена – это очень… Ну вообще, что театр – это храм. Сцена – это священное место, ее нельзя обижать, к ней надо относиться бережно. И если человек идет сюда с добром, то и она добром ответит. И здесь тоже отвечают добром, принимают в коллектив – кружок единомышленников. Для профессиональной актрисы, основателя театра «Атмосфера» Анастасии Гребенниковой – театр «Дело жизни», в который она с удовольствием вовлекает тех, кто хочет стать частью этого дела. Принципиальная позиция режиссера – не продавать билеты на постановки. Это тоже часть задумки, ведь это любовь, а она, как известно, не продается. Вы меня всегда дразнили, думали, что я никогда отсюда не уеду. А на этот раз я всерьез собираюсь, укладываюсь, уложусь и айда. Я на Урал, был в Москве. Именно о людях и про людей постановки «Атмосферы». В арсенале театра несколько. Например, «Смерти не будет» Борис Пастернак. Пронзительная история жизни лауреата Нобелевской премии, трудные годы, личные перипетии – все это отражено в часовой постановке. Как жаль, Синочка, что я не могу вас снять и послать отцу карточку. Вы смущаете меня? Мой отец-худорник был бы восхищен. Да и сам комплимент. Мне кажется, сомнительным. Драмы, трагедии, комедии. Репертуар тот же, что и в профессиональных театрах, но есть и особенные постановки. Авторские – это посиделки за самоваром. Импровизации, естественно, заранее продуманные и подготовленные. И когда наши шутки, которые мы туда закладываем, и образы, которые мы закладываем, которых зритель совсем не знает, они могут быть очень понятными. На самом деле, если ему сказать, о чем вот конкретно вот здесь и про кого вот конкретно вот здесь, но он этого не знает. И когда он считывает вот эту информацию на каком-то своем интуитивном уровне и начинает смеяться, там, где мы ему сказали посмеяться, вот это самое крутое. Зрители с благодарностью принимают такие подарки. Хотя можно сказать, что в нашем городе у атмосферы есть конкуренты. Но сами атмосферовцы знают, их зритель верен и предан любителям. Потому что я очень люблю все, что у нас есть. Вообще, я считаю, что Щелково просто супергород. Очень. Я очень люблю наш город. Я очень люблю людей, которые делают здесь, в городе, культуру. Очень люблю. И очень уважаю всех людей, которые здесь и у нас в ДК работают. И очень люблю людей, которые работают со Светланой Ивановной Погодиной. И очень люблю театр Пигмалион. И вообще, считаю, что очень много таких вот хороших, правильных направлений. Это взаимно, как и все, что происходит в атмосфере. Не случайны и люди, которые приходят в коллектив. Многие для личной реализации кто-то в поисках себя. В театре «Дата» можно, во-первых, общаться с зрителями. Можно показать людям, что можно так. То есть можно сказать спасибо человеку. Можно сказать, вы хороший. Я не знаю, можно быть искренним, настоящим. Это можно. И люди это видят. И вот как говорил Игорь Ицко, могут испытать катарсис в этот момент. И когда они в этот момент испытывают катарсис, это и есть, наверное, какое-то познание, какой-то истины. И мне кажется, это прекрасно. Общаться, перевоплощаться, дарить эмоции и получать их. Пожалуй, все, как в профессиональном театре. И вот вопрос, где же она, та черта, которой можно разделить профессиональный коллектив от любительского. Ведь если вспомнить театральных деятелей, актеров далекого прошлого, возникает мысль, а так ли важно получать диплом профессионального артиста? Или все же во главе угла должна быть та самая беззаветная любовь, желание развивать в себе навыки, умения, порой даже самостоятельно учиться думать, размышлять, подмечать, воплощать? Это ли не смысл всего, в том числе актерства? Наверное, у каждого свой ответ на этот вопрос. Человек должен сюда прийти и что-то понять. Про себя, или про жизнь, или про своего товарища. Ну, про себя, конечно. Он же сидит один на один со сценой. И он себе только может честно признаться в чем-то. Но порой, как говорится, лучший ответ на вопрос – это то, что ты видишь, то, что происходит перед глазами. И именно сюда, в маленький актовый зал районного культурного комплекса, приходят зрители, чтобы узнать, что же такое любительский театр, атмосфера. Для меня главное, чтобы люди, которые сюда приходили, видели спектакли. Ну, вот как тогда мы вздор ставили, здесь, в Щелково, и этого не было нигде. И вот я хочу, чтобы мы делали то, чего нет нигде. В маленьком городе, в небольшом районе, на тихой улочке, есть дом культуры. А в этом доме культуры есть свой театр. Он носит очень символичное название «Пигмалион». О его создателе и идейном вдохновителе в рубрике «Личность в искусстве». Здесь люди воплощают свои желания, многие обретают призвание, кто-то просто приходит переключиться на волну творчества. В этом им помогает режиссер, посвятившая большую часть жизни искусству перевоплощения, работе в Народном театре «Пигмалион» Людмила Паукова. Коллектив существует с 1997 года. Существует он? Да, да. Кружка начинался. Но потом, в 1999 году, нам присвоили звание Народный театр. И вот с тех пор мы ведем как бы отчет. То есть сам коллектив существует с 1997 года, но звание Народный театр мы носим с 1999 года, и в следующем году все будет хорошо, то мы будем отмечать 20-летие Народного театра «Пигмалион». Окончив мастерскую Михаила Гудкевича, педагога-режиссера, Людмила Николаевна всерьез и надолго влюбилась в театр, но выбрала работу не с профессионалами, а с любителями, точнее, ценителями и почитателями театра. Театр, именно я имею в виду народный, он дает возможность заполнять ту нишу в душе человека, которая дает ему возможность любить жизнь, даже вот так сказано. Отсчет – это точка, но в этом коллективе точек не ставят. Здесь продолжается игра, воплощаются идеи, рождаются постановки. Запятые, тире и другие знаки припинания выстраивают все вместе. Коллектив сплоченный, многие артисты здесь с самого основания. Сегодня Дом культуры «Спутник», где располагается театр «Пигмалион», это подразделение Дома культуры Чкалова. Это, говорит Людмила Паукова, большое подспорье. Директор помогает с реквизитом, ремонтом. Растут технические возможности народного театра. Как говорил в картине Эльдара Рязанова, режиссер в исполнении Евгения Встигнеева, звание народного ко многому обязывает. И это действительно так. Подтверждать его нужно регулярно. А позволяет это сделать участие в различных фестивалях и конкурсах. Так совсем недавно фестиваль на театральной заваленке принес коллективу «Пигмалион» сразу несколько значимых наград. Участие в нем принимали театральные коллективы со всей страны. Мы за вот этот период с 2007 года четыре раза были на театральной заваленке. Очень хотелось нам попасть именно в этом году. Потому что заваленке исполнилось 25 лет. Потому что это был юбилейный фестиваль. Привезли на заваленку пигмалионовцы постановку «Сильва». Весьма непростую историю, взявшую за душу как актеров, так и саму Людмилу Паукову. В пьесе речь идет о бездомной собаке, которую приютила определенная семья. Для меня это вообще вопрос больной. Я, правда, не столько собачница, сколько кошачница. Наверное, так. Но все, что касается животных, для меня это вопрос просто. Но, вероятно, поэтому моя вот это какая-то, я не знаю, трепетное такое отношение к био, оно сыграло роль и в моей работе на пьесе. Я похвалюсь, можно? Да, конечно. После нашего спектакля зал встал. Весь. вот после, вы знаете, вот после этого, я сидела на втором ряду и когда почувствую шум-шум-шум-шум-шум-шум, я оборачиваюсь, а там все ряды встали, мне стало как-то все равно, что мы получим. Вот не кривлю душой сейчас нисколько. Ну, да, самоценно. Это, вот это признание коллег, да, там зритель подготовленный, конечно, но признание коллег, это, это очень ценно, это уникально. В августе 2019 года в городском округе Щелково пройдет 21-й военно-исторический фестиваль «Душоновские маневры». За время существования фестиваля его посетили более 150 тысяч гостей, в нем приняли участие около 10 тысяч реконструкторов. За эти годы фестиваль начали узнавать и за пределами Подмосковья, он стал лауреатом многих престижных премий в области туризма. Фестиваль постоянно развивается, трансформируется, учитывая современные тенденции и интересы посетителей и сохраняя при этом уже сложившиеся традиции проекта. В этом году впервые фестиваль планируется провести в два этапа – 3 августа на поле в селе Душоново и 24 и 25 августа в усадьбе Гребнево. Село Душоново – место, где зародился фестиваль в 1998 году. С первых душоновских маневров в поле возле живописного храма традиционная фестивальная площадка. Своё имя фестиваль обрёл именно здесь. Вторую и основную часть фестиваля было решено провести в усадьбе Гребнево, тем самым объединив два культурных бренда – военно-исторический фестиваль и саму усадьбу – место с богатейшим культурным прошлым, а в настоящее время площадку для проведения различных массовых культурных мероприятий и, несомненно, новую зону притяжения для жителей и гостей округа. Усадьба и станет главной площадкой фестиваля в этом году. Учитывая, что фестиваль мультиэпоховый, на разных площадках в разных формах в течение трёх дней будут отражены и памятные юбилейные даты 2019 года. На фестивальной площадке в усадьбе Гребнева в этом году будут представлены девять исторических эпох. Средневековая Русь, Древний Египет, Петровские войны, Наполеоновские войны 1812 года, Индейцы Великих Равнин, Русско-Японская война 1904-1905 годов, Гражданская война в России 1919 года, Великая Отечественная война, Война в Афганистане 1979-1989 годов. Участие в фестивале примут более 500 реконструкторов. Гости смогут посетить более ста интерактивных площадок, среди которых кольчужная мастерская, мастерская-ювелира, метание копий и с улиц, рекрутское депо, исторические тиры, локация бивак, настольная тактика, русская императорская армия и морской десант 1904-1905 годов. В программе фестиваля традиционное шествие реконструкторов, реконструкции Великой Отечественной и Афганской войн, конное шоу, выставка военной техники и стрелкового оружия, показательные выступления десантников, областная торговая сессия производителей Московской области, ремесленная слобода, детская игровая зона, концертная программа, фаер-шоу и многое другое. Также на главной площадке фестиваля в усадьбе Гребнева пройдут две реконструкции эпизодов Афганской и Великой Отечественной войн 24 и 25 августа. Впервые в этом году на фестивале будет представлена реконструкция боевых действий в Афганистане и площадка, посвященная русско-японской войне. 21-й военно-исторический фестиваль «Душоновские маневры» это три дня зрелищных реконструкций, обилие интерактивных и выставочных площадок в двух фестивальных зонах, а главное – отличная возможность для гостей погрузиться в историю родной страны. На этом все. Театральный сезон закрыт. Новый откроется совсем скоро, чтобы подарить зрителям как полюбившиеся, так и свежие постановки. Посещайте театр, ведь он – часть нашей жизни. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...